Мы провели коллективное творческое дело, которое называется «Я, ты, он, она», посвященное, как раз таки, приуроченное к этому празднованию Дня Семи, Любви и Верности. Ребята на данном занятии попели песни, поговорили о том, как важно слово «семья», какую несет она в себе ценность, что это значит для них. И даже с такого раннего возраста, как с 7 лет, важно это прививать. Они попробовали сделать ромашку, ромашку, как символ как раз таки фестиваля любви, семьи и верности, чистоты. Сегодня мы пели песни и делали ромашки. Я написала на этой ромашке пожелания своей семье. Оно заключается в том, что я написала счастье и самого лучшего своей семье. Это ромашка, на которой я написала пожелания для своей семьи. Я желаю им счастья, здоровья, чтобы у них сбывались все их мечты и желания. Я их очень сильно люблю. Мы с Анной не изменили свои родины. Мы счастливые люди. Сегодня у нас прошла встреча с семьей Анны Александровны и Николая Николаевича Зинцовых. Теплая встреча с орлядской семьей. Мы задавали им действительно вопросы, на которые они отвечали нам настолько душевно, настолько тепло, что нам как можно дольше хотелось продолжить наше общение. Они по-настоящему являются примером для подражания, примером хорошей семьи. Фестиваль «Ромашка в ладошке» открывает такие возможности для встреч с такими удивительными людьми. И это действительно очень полезно и познавательно. Безусловно, эта встреча была очень теплой и очень душевной. Когда встречаешься с такими людьми, ты чувствуешь огромный опыт, который они принесли через года с помощью своей любви, с помощью своих крепких, теплых семейных уст. Встречаясь, общаясь с такими людьми, ты перенимаешь частичку этого опыта и оставляешь его в себе, в своем сердце. Наша страна строится на таких теплых, крепких семьях, которые позволяют нашей стране развиваться, расти и двигаться дальше. Настолько говорят так, если на улице буря, можно в доме скрыться, а если в доме буря, нигде не скроешься. Крепка семья, крепка держава. У меня дробнуло сердце, потому что, находясь в стремительном, где мы проработали 10 лет, это такая атмосфера. И когда я увидела этих ребят, мне прямо вот захотелось как можно дольше оставаться рядом с ними, потому что Орленок – это грандиозная подпитка для взрослого человека, вот этой молодой энергии, которая тебя наполняет и не дает возможности себе становиться старше. Это очень для меня ценно. Старость начинается, когда ругаешь молодых. Нельзя их ругать, у них свой ритм, у них все свое. И нужно, нужно ими любоваться. Я думаю, что у нас сложится с ребятами очень теплая беседа, и мы будем обсуждать не только творчество, но и важные такие социальные темы, которые важны для каждого. Это такие, как поддержка семьи, поддержка родных, близких. Это не обязательно должна быть семья, это должны быть люди родные, которые всегда поддержат, которые поддержат твою инициативу, твое рвение к чему-либо. Без их поддержки я бы, наверное, не ступила бы на путь профессиональной музыки и не продолжила бы развиваться в этой сфере. Встретиться с финалисткой из «Голодь» с «Дети» из первого выпуска – это очень классная возможность поближе пообщаться со своими кумирами, и мне кажется, это очень сближает. Она рассказывала, что ей очень помогала семья, как и каждому из нас, я думаю. Встреча прошла очень хорошо, мне все понравилось, дети очень хорошо подготовились, сделали нам два номера. Дети спрашивали про то, как это было на «Голосе», как я туда проходил, волновался ли я. Мне кажется, семья – это самое важное в жизни, особенно поддержка близких. И близкие помогают мне развиваться, идти вперед, добиваться своих целей и ничего не бояться. Для меня семья – это все, потому что без семьи я ничего не добился. Благодаря семье все получилось. Ромашка Владбосткин! Ромашка Владбосткин! Улыбка и радость, объятия потуже, Ромашки груди приживает их мать. Поставив водичку, семьей отвечают, Любимый наш праздник, верных ребят. Сегодня я приняла участие во всероссийской акции «Лучший урок письма» в номинации «Рецепты семейного счастья». Я написала свое письмо о семейной традиции, об одной, которая пошла от моей прабабушки. Это печь на Новый год, козули, архангельские пряники. День семьи, любви и верности, я считаю, это очень важный праздник, так как семья – это в первую очередь поддержка и опора. И это главное в жизни любого человека. На аллее мастеров сегодня проходит фестиваль, который посвящен празднику «День семьи, любви и верности». Проходит фестиваль «Добрые традиции». Ребята на мастер-классах изготовили сувениры в разных техниках, которые они подарят своей семье. А также у нас проходит выставка, которая посвящена «Дню семьи, любви и верности», где ребята показали свои таланты. Я очень рада, что моя работа попала на эту выставку, что я приняла участие в фестивале «Ромашка в ладошке», что мою работу могут увидеть множество ребят. И я очень надеюсь, что она всем понравится, потому что я правда очень старалась над этой работой. Мы сегодня смотрели фильм о верности, о любви к родне, чтобы помогать родным и близким. Я полюбила кабачки еще в детстве, когда мы с сестрой не только уплетали бабушкину кабачковую икру, но и каждое утро бегали в огород, смотреть, как подрастают наши поросятки. Я читала историю про День кабачка. Вся семья собирается вечером, и они готовят каждое свое блюдо, и потом празднуют это. Я сегодня на встрече рассказала о своей семье, как это важно, как обязательно собираться всей семьей и обязательно общаться. Я очень люблю свою семью и очень ее уважаю. Семья, о которой дети рассказывают, это всегда счастье, это всегда уютный дом, это всегда место, где их любят и ждут. В этой книге не только письма, в этой книге много детских рисунков, которые иллюстрируют эти письма. Часто иногда дети даже не знают, о чем будет письмо, но рисунок очень точно отображает его содержание. Уверена, что этот теплый семейный праздник поможет преодолеть любые трудности, принесет гармонию и уют в каждый дом и станет неиссякаемым источником вдохновения, любви, добра. Берегите своих родных и близких. Я получила грамоту за активное участие в фестивале, который называется «Ромашка в ладошке». Это фестиваль, который показывает, насколько важна семья, рассказывает об ее ценностях и помогает детям все это осознать. Я думаю, что проводить подобные фестивали очень важно. Такой праздник нужно отмечать всем, потому что он сближает семью и помогает молодым людям понять ценности семьи. Для меня счастливая семья – это любящая семья, где все проявляют уважение друг к другу и слушают друг друга. Я с удовольствием поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам счастья, обастряющих семья, здоровья. И будьте хранены Богом и вашей семьей. Спасибо. Для того, чтобы сохранить семью, я считаю, что нужно терпение, терпение и терпение. Это праздник, я считаю, всего русского народа. Это соединение двух сердец. Очень приятно было получить награду. В целом, концерт понравился. И очень приятно, что у нас проходят такие мероприятия, посвященные семье. Он очень важен для каждой семьи, этот праздник. Его обязательно нужно отмечать в каждой семье. Идеальная семья, мне кажется, это, во-первых, взаимопонимание и любовь. Мне кажется, это превыше всего. Мы вместе 10 лет, мы счастливы.